Здравствуйте, в эфире программа подробности и сегодня у нас в гостях Андрей Альбертович Федотов. Это главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Рязанской области. А также он является заведующим отделения Рязанской клинической больницы имени Семашко. Здравствуйте, Андрей Альбертович. И вот первый наш вопрос, так сказать, встреча наша не случайно, 11 ноября, то есть вот сегодня, отмечается профессиональный день офтальмолога, а 13 ноября, так же получается, на этой неделе, выпадает, значит, международный день слепого человека. Вот в Рязанской области как обстоит ситуация вообще с людьми, которые, так сказать, страдают болезнями глаз, какова, ну, тяжела нас, так сказать, или наоборот, может быть, все у нас, в принципе, в пределах статистики? Это действительно, инициативой Всемирной организации здравоохранения в ноябре отмечается два праздника. 11 ноября день офтальмолога, а 13-го день слепого человека. Ну, вот так вот обычно они как-то вместе происходят. Надо сказать, что по нашим данным, в 2013 году примерно картина заболеваемости состояния взлазной службы в нашей области полностью соответствует показателям среднего по России и Центрального федерального округа. Надо сказать, что проблема офтальмологической патологии достаточно актуальна. И вот по нашим данным, где-то более 80% человек в хоть раз в жизни обращались к офтальмологу. Необязательно по поводу заболевания с помощью, с целью проверить зрение или подобрать коррегирующие очки. Что касается заболеваемости, то в среднем около 11 тысяч на 100 тысяч населения у нас поражены глазными заболеваниями по первичной обращаемости. Причем в последнее время существенно увеличилось количество посещений офтальмолога в Центрах здоровья. И посещение кабинета офтальмолога стоит на четвертом месте после других специалистов. Вот в Рязанской, что касается области, статистика, так сказать, уже готова. Сколько человек конкретно болеет офтальмологическими заболеваниями? Ну вот по первичной обращаемости это где-то 11 человек на 100 человек населения. Ну а более значимое распределение заболеваемости в зависимости от возрастной группы. Так, для детей более характерны патологии рефракции, заболевания передней поверхности глаза. Что касается более возрастных групп, на первое место выходит патология хрусталика, сетчатки, зрительного нерва, глукома. Вот поэтому говорить о том, какие основные причины заболевания органов зрения в Рязанской области, то нужно отметить, что на первом месте у нас стоят это аномалии рефракции, в которые включают дальнозоркость, близорукость, остеоматизм. А на втором месте это воспалительные заболевания глазной поверхности, воспаление слизистой оболочки, век, роговица. Третье место разделяет катаракта, которая является часто, в 42% случаев является причиной слепоты в России в целом, и в Рязанской области в частности, с патологией сетчатки и зрительного нерва. Ну и достаточно актуально для нашей области это глукома, которая может приводить к необратимой слепоте. На широко известном выражении о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Вот насчет профилактики, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, вы знаете, профилактика глазной патологии начинается сразу после рождения ребенка. Вы, наверное, кто имеет маленьких детей, помните, что после родов сразу ребенку закапываются глазные капли, с целью профилактики развития воспалительных заболеваний слизистой оболочки и роговица. В дальнейшем судьба человека строится таким образом, что формирование зрительного анализатора идет в процессе его обучения и профессиональной деятельности. Существующая в школах система диспансеризации позволяет выявить аномалию рефракции или другую патологию органа зрения на достаточно раннем этапе. А в дальнейшей жизни, конечно, большая часть ответственность ложится на самого пациента. То есть, возможности заметить то или иное патологию глаза и своевременно обратиться для консультации к врачу или проверить зрение в кабинетах Центра здоровья. А вот какие факторы или признаки, даже можно так вот, наверное, характеризовать, влияют на качество зрения? Потому что многие достаточно люди жалуются именно на глазные болезни, на ухудшение зрения. С чем это связано, прежде всего? Ну, совершенно верно. Первое, что обращает внимание на человека, это снижение зрения вдали или вблизи, что, естественно, вызывает, так сказать, необходимость обращения к врачу. Следует отметить, что необходимо обращать внимание на изменение зрения в зависимости от условий освещенности. Очень часто бывает появление радужных кругов при взгляде на источник света. Этот симптом наиболее характерен для открытоугольных лукомы. Помимо этого, можно при, так сказать, определенных условиях заметить изменение цвета слизистой оболочки глаза, нарушение положения глазных яблок. Но это довольно грубые изменения, которые, конечно, обратят на себя внимание пациента или его родственников. Но, к сожалению, есть группа болезней, которые начинаются очень незаметно для пациента. И самому характеризовать собственное состояние и найти в этом повод обратиться к врачу не всегда представляется возможным. Я бы по этому поводу хотел обратить внимание на луком. Это заболевание в своей форме открытоугольной развивается очень незаметно для пациента и, к сожалению, может привести к необратимой слепоте. Вот в этом случае единственным способом своевременной диагностики и предотвращением слепоты является обращение к специалистам. При помощи определенных тестов мы можем установить этот диагноз и назначить соответствующую стратегию его лечения. Лечение лукома позволит сохранить зрение максимально долго. Ряд симптомов характерны для патологии сетчатки. В случае поражения макулярной или центральной области сетчатки это то место, где формируется изображение внешнего мира, могут появляться симптомы искажения предметов, искривление прямых линий, выпадение участков поля зрения, которое также порой заметно для пациента является поводом для обращения к врачу. Вот возвращаясь к теме факторов, неблагоприятных именно факторов, многие люди работают сейчас в офисах, вот там и свет не днежной, скажем так, а искусственное освещение, работа за компьютерами опять же, вот эти факторы являются неблагоприятными, насколько они влияют на снижение зрения? Ну, конечно, факторы производственной жизни человека во многом определяют состояние здоровья, и существующие нормативы освещенности рабочего места, они утверждены, они изучены, и они, конечно, должны соблюдаться. Часто задают вопросы о влиянии оргтехник, в частности дисплея и компьютеров, на орган зрения. Надо отметить, что наша жизнь такова, что мы не можем сейчас обойтись без этих аспектов нашей производственной деятельности, да и в быту, поэтому, видимо, следует принять как данность, но в то же время соблюдать определенные элементы техники безопасности. Прежде всего, это время общения с компьютером. Необходимо делать перерывы, дать возможность глазам настроиться на другой аспект зрения, например, посмотреть вдаль, может быть, совершить небольшую прогулку в течение нескольких десятков минут. И самое главное, синдром, который сопровождает длительную работу с компьютером, это синдром сухого глаза. К сожалению, так устроен наш организм, что при работе с компьютером существенно уменьшается количество моргательных движений. Слезная пленка, которая покрывает переднюю поверхность глаза, подсыхает, нарушается трофика, обмен веществ в поверхности глаза и развивается целый ряд патологических симптомов. К вечеру человек может ощущать покраснение глаз, снижение зрения, дискомфорт. Вот с этой целью мы можем предложить использовать медикаментозные препараты, которые способствуют сохранению слезной пленки. Но самое главное – это адекватная освещенность рабочего места, адекватные условия работы, не на коленях, и перерывы. А как часто к офтальмологу должен ходить человек, который, может быть, даже станет уже пациентом? Ну, совершенно очевидно, человеку, у которого есть нарушение зрения, по жизни будет наблюдаться у офтальмолога, решая те или иные проблемы, или подбор очков, или это коррекция зрения, или это, так сказать, решение каких-то других вопросов. Человек, который считает себя здоровым, по нашему мнению, обратиться к офтальмологу, может при наличии тех жалоб, которые мы с вами сейчас подробно обсудили, а также с возрастом, после 40 лет, для измерения антреоглазного давления. Я напомню, что измерение антреоглазного давления – это единственный способ вовремя обнаружить глукому, опасную болезнь, приводящую к необратимости, лепоте. Поэтому однозначно, после 40 лет, раз в 3 года, необходимо обращаться или в Центр здоровья, или в территориальную поликлинику, к офтальмологу, чтобы провести тестированный предмет этого заболевания. Надо отметить, что в некоторых случаях глукомы проявляются раньше и течет более злокачественно. К ним относится эта наследственность. Более 40% эта патология наследуется, если в семье кто-то болел глукомой. И у больных с близорукостью это заболевание, к сожалению, течет более агрессивно. Поэтому у близоруких людей вопросы диагностики, своевременного восстановления диагноза остаются более острые. И, может быть, более рано нужно проходить вот это обследование. Ну, вот у людей, у которых болят, что называется, глаза, или там какие-то у них начинаются, развиваются болезни, ну, практически все горожане знают, что надо прийти в больницу Миссимашко. Вот там специалисты есть. Какие виды лечения, высокотехнологичной сейчас, вот медицинской помощи, может оказать больница? Вы, как заведующее отделением, наверное, должны лучше знать. Да, действительно. Я думаю, что вот работа администрации больницы, мы, в свою очередь, пытаемся максимально приблизить нашу помощь к населению, а также организовать современную диагностику офтальмохирургической и терапевтической помощи. Нужно отметить, что еще в 2010 году администрация больницы была получена лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В соответствии с федеральным законодательством в нашей больнице оказывается специализированная медицинская помощь по офтальмологии, которая включает в себя и высокотехнологичную. В течение последних 5-8 лет мы сделали существенный шаг в сторону развития высокотехнологичной медицинской помощи, которая включала в себя не только такие широко распространенные методы лечения, катаракты и лукомы, которые используются, в общем-то, во всей стране, но и в последнее время мы стали применять высокотехнологичную медицинскую помощь в лечении заболеваний стекловидного тела и сетчатки. Надо сказать, что уже более 5 лет мы выполняем операции по поводу катаракты бесшовным методом при помощи нейритической хирургии катаракты с применением самых современных интерокулярных линз. На мой взгляд, это очень существенное достижение. У нас значительно улучшилось качество зрительных функций у больных, переднейших операции, а также заметно уменьшилась очередь на выполнение этих методик. Но при этом надо отметить, что показания к операции по поводу старческого возрастной катаракты несколько изменились. И мы теперь делаем эту операцию, не дожидаясь существенного снижения зрения. Где-то вот сейчас сформулируются такие показания, где-то от 0,5, от 5 строчек и ниже. Другим аспектом оказания высокотехнологичной медицинской помощи является перенос в части финансирования этих видов в обязательное медицинское страхование. Это вот с этого года такие у нас явления произошли. В связи с чем мы существенно увеличили количество высокотехнологичных методов в лечении больных с лукомой. Мы применяем современные технологии, которые включают дренажную хирургию. И большое значение мы сейчас придаем хирургии осложненный катаракт в сочетании с лукомой. Эти методы входят в высокотехнологичный метод лечения. Помимо этого развиваются и операции по поводу отслойки сетчатки и по лечению последствий травм. Я должен сказать и то, что техническое оснащение и кадровый состав позволяют нам выполнять операции и федерального уровня. То есть мы выполняем операции на стекловидном теле, мы имплантируем пасхотехнологичные антилукомные дренажи, которые позволяют достаточно без осложнений, с меньшим количеством осложнений, выполнить операцию по поводу лукомы. Это была программа подробностей. И в гостях у нас был специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Рязанской области Андрей Альбертович Федотов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова